Действительно, называть президента своей страны собакой, бегущей за машиной, а второму подхихикывать – это признак настоящих государственных мужей с высокой культурой государственности. Удостоверившись, что все в порядке, Байден и Порошенко признаются в ментальной любви друг к другу, присваивая друг другу звания и восхищаются друг другом. Давайте послушаем. Здорово, как вы? Очень хорошо, как обычно, когда я слышу вашу голос, мой любимый парень. Здорово, как вы? Очень хорошо, индивид. Вы думаете, что я не ошибаюсь? Я не ошибаюсь. Посмотрите на это. Вы первый раз у вас есть возможность в действительности строить украинской свободы, свободы, демократичной страны, в Украине. Господи, что... Я собираюсь, как великой президент. Я не собираюсь, как председатель своего рода. Так что я собираюсь с тобой, хорошо? Мне нравится, что украинцы читают о мне в истории книги. Твои будут читать о тебе. Я очень рад, что слышу это. Если вы позволяете, я это слово с моей женой. Она тоже должна быть самым радостным, как ты. Хорошо, я поговорю с тобой скоро, Петро. Спасибо. И ЕДТВО CarnänTheJohn. Продюсник Президент Поростянков. Продук Segret porошенков. Прartу,เป Re IPO. Но Сергей Президент Поростянков, здесь Джо. Президент П Ayпатов. Это действительно мой именец. Президент Поростянков, это эдит passé. Президент Поростянков или Гордон. Президент Поростянков. Только что я тебя ж увидели в жизни, мая пед殿. С東西 poundел при чем украины видов по 너ю, что. Вы должны знать, что вы очень известны и очень популярны. Ваши дети, которые могут идти в Пену за год, их дети будут знать, и эта генерация будет знать, кто, наконец, наконец, дал украинским людям возможность быть вверху в Северной, как прогрессивная демократия. Это правда. Ну, видите, триумф неадекватности. Вдумайтесь, весь мир говорит о коррупции Порошенко. Страна 73% голосует против коррупции Порошенко. Зеленский на стадионе кричит про приговор, а бывший вице-президент США вылизывает мальдивского патриота, называя его отцом нации, и предлагает писать про него поэмы. Действительно, про Петра Алексеевича и Байдена можно писать поэмы. Единственное уточнение, мы надеемся, эти поэмы будут напечатаны в материалах уголовных дел. Теперь же расскажем, как именно Злачевский совместно с Порошенко, по мнению журналистов-расследователей, воровал деньги украинцев, завышая тарифы и воруя через прокладки. Следующая тема пресс-конференции посвящена тому, как грабят украинцев на тарифах и как тарифы можно снизить. Буквально, как можно уменьшить цифры в платежках граждан минимум на 25%. Мои сограждане не ошибутся, если скажут, что власть и коррупционеры зарабатывают с каждой семьи. К каждой платежке прилипает интерес олигарха, чиновника или схемщика. Эти схемы настолько прибыльны, что с них кормился сам сывачолый Гетман Петр Алексеевич. У него есть редкое врожденное свойство – умение трижды заработать с одной коррупционной схемой. Давайте вспомним, как человек с похожим на голосом, похожим на Порошенко, радостно рапортовал своему старшему товарищу экс-вецепрезиденту США Джо Байдену о том, что поднял тарифы не на 75, как просил Байден, а на целых 100%. За это Петр Алексеевич получил 1 миллиард долларов, который успешно, подчеркивая, освоил на своих предприятиях в оборонпроме, отдав туда заказы. Продолжение следует... Продолжение следует... Now, I think that within the last three weeks we demonstrate the real, real great progress in the reform. We're voting in the parliament 100% tariffs, despite the fact that the IMF expected only 75%. We're launching the real reform of the state-owned enterprises. We're launching the reform for the prices for the medicine, removing all the obstacles. So you did a lot, I agree, I agree. In the last three weeks, I was invited to the ex-governmental business, one of the ukrainian workers, Anatoly Shkriblaka. Shkriblaka известен своими связями с Порошенко, Кононенко и Злачевским, своей группой компаний Технова, а это арендованные за бесценок у городских громад ТЭЦ в Чернигове, Сумах, Черкассах, а также Дарнинская ТЭЦ в городе Киеве. Также он известен офшорными схемами по выкачке денег с граждан через тарифы. Зовут человека, который работал на Shkriblaka и передал нам очень убедительные доказательства грабежа людей, Виталий Михалюк, бывший сотрудник СБУ. Он проработал начальником СБУ на Shkriblaka в Технове с 2008 по 2017 год. На протяжении почти 10 лет он имел доступ к схемам по обворованию населения, а сейчас мы их обнародуем. Итак, как закладывались в платежке коррупционный интерес и как зарабатывала на украинцах Порошенко и компания? Первое. Как известно, руководителем структуры НКРЕ, который отвечает за цифры в платежках людей, был молодой, наглый, успешный, бывший вице-президент ICU, представитель компании «Рошен» в Российской Федерации, фактически руководитель Липецкой фабрики, Дмитрий Вовк. Сам Петр Алексеевич своим президентским указом назначил его на должность главы НКРЕ. Задачей Вовка было загонять игроков энергетического рынка в стойло Петра Алексеевича, а также создавать модно звучащие и сложно понимаемые коррупционные формулы и схемы Тима Роттердам+. В начале 2017 года НКРЕ во главе с Дмитрием Вовком провели соответствующие проверки правильности начисления и использования тарифов на тепловую и электрическую энергию, а по результатам которой в итоге за деятельность в 2015-2018 год снято с тарифов вышеуказанных предприятий 232 млн грн. и еще планировалось к снятию 516 млн без НДС. Спрятать такие суммы от глаз правоохранителей было тяжело, поэтому в начале 2017 года между Шкребляком и близким другом и бизнес-партнером Порошенко Игорем Каноненко была достигнута договоренность в пятом элементе, о чем сообщала в свое время программа схемы «Радио Свобода». О чем договорились? 1. Юридическим выгодополучателям от деятельности энергопредприятий продолжает оставаться Шкребляк, но при этом на ключевые должности в управляющей компании и на указанный тест назначаются лица из бизнес-окружения Игоря Каноненко. За это Шкребляк получает гарантии продолжения своей бизнес-деятельности. 2. Закрытие всех вопросов с Селомиками стало личной обязанностью Шкребляка и рассчитывался он за это из собственных ресурсов. В течение марта-мая 2017 года Шкребляк передал несколькими частями денежные средства в размере 10 млн долларов наличными для закрытия вопросов с законом. Эту информацию предоставил нам начальник службы безопасности Техновы Виталий Михалюк. В последующем так называемое сопровождение противоправной деятельности указанной энергогруппы осуществлялось через отдельных руководителей Генеральной прокуратуры, СБУ и МВД Украины. Ежемесячный абонемент для каждого правоохранительного органа составлял от 100 до 150 тысяч долларов США. Таким образом, между Шкребляком и Каноненко было принято понятийное соглашение о распределении прибыли с энергобизнеса Шкребляка. В этом распределении фактическая собственность оставалась за Шкребляком, а оперативное управление переходило людям Каноненко. Это Сергей Мищенко, человек Захарченко, экс-министра времен Януковича, и Елена Мазурова из орбиты Николая Злачевского и компании «Боризма». Именно Мазурова месяц назад вынул оборотные средства из группы компаний «Технова», а по сути деньги наших граждан, украденные с Сумской, Черниговской, Черкасской и Дарницкой ТЭЦ, и понесла эти деньги в НАБУ и САП, чтобы сделать ценный подарок дню рождения Николая Злачевского, закрыть уголовное дело относительно него. Это та самая громкая взятка в 6 миллионов долларов, на которой взяли Мазурову с подельником Андреем Кичей, главным юристом «Боризмы». Все о том, о чем я сейчас говорю, есть в материалах уголовного производства. Напомню, это именно то дело по буризме, которое сначала не увидел в ЕРДР Сарасенок, экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапко, а потом случайным образом нашел и изучил определен его бесперспективным. Как видим, оказывается, было за что нести взятку. Кстати, взятка первоначально, согласно документам, находящимся в Генпрокуратуре, составляла не 6, а 50 миллионов долларов. Люди Каноненко, Мазурова и Мищенко – известные экс-работники Государственной фискальной службы. Они имели колоссальный опыт и были одним из лучших обнальщиков в стране. И не только в Украине, а и за ее пределами. И их поставили на сопровождение схемы неспроста. Именно Мазурова, по словам Виталия Михайлюка, обеспечила для Каноненко незаметную схему получения сверхприбыли, да еще и в Нале. На чем же базировалась такая сверхприбыльность предприятий? Все помнят схемы поставок угля Рортадам Плюс, уголь из ЮАР или пенсильванский уголь. Все эти схемы не более чем рекламная акция для завышения цен на уголь, а в последующем и основания для поднятия тарифов украинцам. Но суть схемы несколько в другом. Я прошу показать эту схему. Поставка угля шла с Ордло через российские фирмы-прокладки, не из Роттердама и не из США, из Ордло. Средства выводились на офшорные компании в Польше, Британии, в Прибалтике и на Кипре. Украинским гражданам и патриотически настроенной общественности Порошенко и компания в очередной раз продали и скормили энергетическую независимость, замотав в обертку Роттердам Плюс и пенсильванского угля. А как же все происходило на самом деле? Как работала схема? Согласно грузовым таможенным декларациям ГТД, отправителем-экспортером являлась фирма из Российской Федерации. Получателем являлась ТЭЦ в Украине. А вот лицом, ответственным за финансовое урегулирование, выступали фирмы-прокладки в Украине или не резидент. Именно эти фирмы обеспечивали завышенную цену угля, которая добавлялась к тарифу, утвержденному НКРЕ для ТЭЦ. Такие же фирмы-прокладки служили инструментом для создания маржи и дальнейшего незаметного для украинских правоохранителей и фискалов беспрепятственного перечисления средств на счета участников схемы. Согласно имеющимся данным, так называемая маржа в среднем составляла 18-25 долларов с тонны угля при объеме подставок в адрес вышеуказанных ТЭЦ в размере 1 миллиона 400 тысяч тонн в год. Таким образом, теневая доходность от вышеуказанных схем составляла около 30 миллионов долларов в год. В свою очередь, завышение стоимости угля для ТЭЦ давало возможность завысить потребительский тариф для населения на конечную продукцию тех же ТЭЦ, тепло и электроэнергию. Эти деньги платят простые украинцы. Вот он заработок. На входе с угля, на выходе с тарифа. Все эти факты изложены в заявлении Виталия Михайлюка, который работал на Шкребляка. Это заявление он направил еще в мае 2020 года в офис генпрокурора, в результате чего было зарегистрировано уголовное производство 4202.09.84 и 4202.09.85 по части 2 ст. 209 и 5 ст. 191 Криминального кодекса Украины. Это касается схемы угля. Теперь расскажем, как воруют у населения на газе. Как известно, кроме угля, ТЭЦ в своей деятельности использует еще и газ. Здесь Петр Алексеевич тоже проявил необыкакую смекалку. Честно говоря, аплодирую стоя. Все помнят о нашумевшей в семье информации журналистов ТСН о венской встрече Каноненко и Злачевского в начале 1917 года. Все думали и гадали о цели этой встречи. А цель была проста. Получить дешевый по сравнению с нафтогазовским газ от буризма Злачевского или забрать его даром, так сказать, взятку за лояльность. Напомню, буризм – это такая мощная компания, что в ее руководство входил сын экс-вице-президента Байдена Хантер Байден, а семья Байдена получала миллионы за непонятные услуги. В реальности за политическую крышу. Из акта проведения проверки НКРЕ КП 340 от 30 сентября 1919 года следует, что Технова в 1917 году стала приобретать газ, помимо нафтогаза Украины, еще и ТОВ «Эскопивнич», которая входит в группу компаний «Буризма Холдинг». Хочу обретить ваше внимание, что у нас есть полный доказательный объем документов, касающихся деятельности группы компаний Технова, включая копии черной бухгалтерии, товарно-транспортные накладные и так далее. Мы работаем в депутатском объединении минус 25% стоп-коррупции. Продолжаем собирать факты, документы и информацию. А сегодня я обращаюсь к мэрам и депутатам СУМ, Черкас, Чернигово и Киева с предложением немедленно вернуть в коммунальную собственность погрязшие в коррупции ТЭЦ, находящиеся в аренде за бесценок, и навести в порядок тарифах, снизив их на 25% уже до начала отопительного сезона. «Цифры в платежках людей должны быть уменьшены. Грабить народ Украины не позволительно ни сивачелым Гетманом, ни их заокеанским покровителем». Как видим, в обмен на разрешение нашим аберриенам воровать у собственного народа, американские кураторы из «Демокорабшин» потребовали полный контроль в различных сферах госуправления, госкомпании, банковская сфера и многое другое. Мы об этом уже много говорили на предыдущих пресс-конференциях. Единственным препятствием здесь оставались правоохранительные органы. Поэтому демокоррупционеры начали плодить свои структуры типа НАБУ или пытались установить контроль за другими силовыми ведомствами. Как это происходило, расскажем в следующей части нашей пресс-конференции. Предоставляю слово Константину Кулику. Следующая часть нашей пресс-конференции касается внешнего управления государством Украины. Была навязана так называемая реформа оптимизации генпрокуратуры и переаттестации ее сотрудников, которые активно начали реализовать при Рябошапке. Главная задача реформы – это полный контроль сбоку посольства США в Украине над прокуратурой и получение лояльности на ее руководство. Второстепенная задача, как всегда, освоить деньги либо украинских, либо американских граждан. В случае с генпрокуратурой, это тут отмывались средства международной технической помощи от США. Вот как выглядела схема по уничтожению украинской прокуратуры демокоррупционерами. Итак, кто сколько и чьи деньги воровал. Согласно плану закупок на реформу органов прокуратуры Украины, в частности, на проект поддержки реформы уголовной юстиции Украины, выделено чуть более 7 миллионов 380 тысяч долларов США. 744 тысяч долларов США из них реформаторы потратили на отели, на фуршеты, на размещение объявлений, ищем новых прокуроров и прочие жизненно необходимые для реформы вещи. Мы уже рассказывали вам об этом на одной из предыдущих пресс-конференций, не будем повторяться. Зафиксировали себе, что почти миллион из более чем 7 миллионов реформаторы, не буду сегодня говорить, украли, скажем так, освоили. Кто же был ответственный за так называемую реформу генпрокуратуры? Первый, это зам заместитель генерального прокурора Виталий Касько, который до этого уже нормально себе нареформировал в части присвоения служебного жилья и проходил по статье «Мошенничество». Второй реформатор, это начальник департамента международного сотрудничества ГПУ Полина Чиж, которую импортировали в свое время из НАБУ. Мы все помним, как Полина, будучи сотрудником НАБУ, незаконно сливала иностранным спецслужбам информацию, которая составляет тайну досудебного следствия, а также персональные данные руководства ГПУ и народных депутатов Украины. Итак, потенциальные мошенники-шпионка определяют, как освоить миллионы долларов, которые прислали украинцам на реформу. Они решают, что исполнителем программы переаттестации будет Международная организация развития права в Украине, ИДЛО, которую возглавляет Иван Дучидзе. Организация эта феерическая, прописана она в Риме, филиал имеет в ГАГе и имеет скандалы по всему миру. В каждом случае скандалов КИДЛО было три претензии ключевых. Неэффективность использования средств, отсутствие реальных результатов и работа на картинку для презентации, и заангажированность. Ярким примером такого скандала был кейс по Афганистану, который закончился окончательным негативным выводом относительно проекта ИДЛО. Это расследование относительно проекта GTTP в Афганистане. По обращению сенатора США, Офис специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, СИГАР, при правительстве США начал расследование относительно выделения госдепом США на GTTP в 47 миллионов 700 тысяч долларов. Как видите на экране, в 2013 году Офис специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана направил госсекретарю Джону Керри разгромное письмо относительно проекта GTTP. Офис инспектора констатировал множество нарушений ИДЛО. И вот эта структура была выбрана исполнителем программ по реформированию у нас прокуратуры в Украине. Ключевая задача – оттестировать ГПУ так, чтобы в руководстве остались только нужные им люди. Дикость подхода наших реформаторов, видимо, испугала даже самих мошенников ИДЛО, успешно прошедших освоение средств в Афганистане. Поэтому ИДЛО, будучи нанято на подряд реформирование, лично реформой не занималась в Украине, а отдала ее на субподряд. За деньги Международной технической помощи Украине ИДЛО заключает договор с ООО «Сайметрикс Украины». Предметом договора является анонимное тестирование прокуроров, якобы экзамен на профпригодность. По логике, если уже решили тестировать работающих и опытных прокуроров, то такой экзамен нужно было проводить только авторитетно в сертифицированной научной структуре с большим опытом. Потому что от нее зависит качество кадров Генеральной прокуратуры, как главного правоохранительного органа Украины. «Сайметрикс Украина» такой, естественно, не являлась. Создана она в 2018 году. Без опыта подобной деятельности компания была выбрана под один подряд развалить кадровый состав ГПУ. Как мы видим, как только тесты были проведены, Генпрокурория Рябошапка уничтожает всю документацию, чтобы никто ее не видел. Подробнее о этом расскажу чуть позже. А компания «Сайметрикс» меняет владельца и занимается своим основным видом деятельности розничная торговля вне магазинов, торговля в палатках и на базаре. Еще раз. Реформой Генпрокуратуры занималась компания, которая сегодня продает бананы на базаре в Киевской области. Есть все основания считать компанию «Сайметрикс Украина» фирмой, созданной под единую задачу, которая на практике использовалась как инструмент для вывода средств в материально-технической помощи США. Официальных трудовых отношений с психологами в октябре 2019 года, в момент реформы, у «Сайметрикс Украины» не было. То есть предприятие не имело и не могло предоставить справку о наличии специалистов соответствующей квалификации, имеющих достаточные знания и опыт для проведения тестирования прокуроров. Ну, где психологи, где торговля бананами. Тем не менее, «Идло» выбирает именно эту компанию для тестирования прокуроров. В свою очередь «Сайметрикс Украина» начинает срочно оформлять трудовые отношения с физлицами, многие из них моложе 20 лет. То есть, по сути, по замыслу, по бумагам тестирования генпрокуратуры должно проводиться и проводится группой студентов. При этом, фонд оплаты трудовых отношений составляет сотни тысяч, а сам тест для переаптестации прокуроров «Сайметрикс» не разрабатывает, они его просто покупают. Кто, как и чем тестировал украинских прокуроров? Член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на занятия должностей в САП Шмаленя Сергей Валерьянович сразу же после начала тестирования в октябре 2019 года организовал приобретение онлайн-теста «Сайметрикс» у консалтинга фирмы «Мета-консалтинг». В такой способ, в таком образом тесты в ИПУ проходили нужные люди. Все остальные шли на тест по умчевому принципу. Естественно, тест не проходили, потому что он составлен так, что человеку с нормальной психикой пройти его изначально невозможно, о чем свидетельствует запись. В такой способ извне развалили Генеральную прокуратуру Украины, то, что вы наблюдаете сегодня сами. Передаю слово Андрею Деркачу. С официального сайта. Все, что вам сказал мой коллега, уже давно перестал оказаться теорией заговора. Хочу обратить ваше внимание, что на днях в сеть попало письмо директора департамента по правоохранительным вопросам посольства США Стефани Холмс, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в котором она предоставляет список, в кавычках, независимых экспертов, которые войдут в кадровые комиссии по отбору украинских прокуроров, а также напоминает об указаниях, временно поверенной в делах США в Украине, Кристины Квин, беспрекословно соблюдать прописанные за океаном сценарии так называемой реформы органов прокуратуры Украины. Хочу обратить ваше внимание, что мы расследуем освоение средств, выделенных на реформу правоохранительных органов Украины в виде материально-технической помощи, а также попытки блокирования таких расследований, а также попытки внешнего управления правоохранительной системой как минимум по семи направлениям. Мы ведем эти расследования и не остановимся. Кстати, о Кристине Квин. По моему обращению правоохранительных органов в апреле 2020 года зарегистрировано уголовное производство 1208-08-04-44 по факту хищения средств международной технической помощи должностными лицами представительства ИДЛО в Украине и ООО «Сайметрикс Украина» во время проведения реформ органов прокуратуры Украины. На сегодняшний день, по информации журналистов-расследователей, благодаря давлению временно поверенной по делам США в Украине Кристины Квин на руководство Офиса Генерального прокурора и Министерства внутренних дел в августе 2020 года в нарушение уголовно-процессуального законодательства производства по этому делу было закрыто, при этом даже без допроса меня как заявителя. По этому поводу я обратился в Офис Генерального прокурора с заявлением о совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 343 Уголовного кодекса Украины, вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа, требуя зарегистрировать уголовное производство согласно законодательству. По данным адвоката, уже есть решение суда, которое обязывает Офис Генерального прокурора внести в ведомости в единый рейс для судебных расследований и начать производство. То есть это будет конкретное производство по конкретному персонажу, временному поверенному Кристине Квин и тем, кто мешал расследованию деятельности Сайметрикс. К сожалению, такая ситуация с давлением на украинские правоохранительные органы поверенных в делах США в Украине возникает не в первый раз. Так, Генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным было зарегистрировано уголовное производство по фактам хищения средств международной технической помощи, выделенных на эту программу. Но остановил расследование временно поверенный в делах в то время в США Джордж Кент. Как вы видите на экране, об этом свидетельствует официальное письмо Джорджа Кента, который фактически препятствовал законной деятельности правоохранительных органов по расследованию хищения денег американских налогоплательщиков. Цитирую. Мы полностью удовлетворены тем, что эта помощь использовалась исключительно для указанных целей. И, как указано выше, мы не видим никаких оснований, на наш взгляд, как донора, который оказал помощь для расследования ее использования. Расследование действий Центра противодействия коррупции в отношении помощи, которую они получают от нас, тоже неуместно. Это конец цитаты. То есть Кент крышует еще и Шабунина. Фактически этим письмом Джордж Кент прикрывает схему хищения средств американских налогоплательщиков и незаконно вмешивается в деятельность правоохранительных органов Украины. А учитывая то, что Джордж Кент ныне работник Государственного департамента США, а организация ИДЛО до сих пор выполняет функцию освоения американских средств, есть основания полагать, что Джордж Кент активно способствует противоправным действиям по продолжению нецелевого использования и отмывания средств через организацию ИДЛО и Сайметрикс Украина. Вышеуказанное письмо было подписано и направлено в Генеральную прокуратуру Джорджем Кентом ровно на следующий день после отставки Генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Однако освоение материально-технической помощи – это только вершина айсберга, которая скрыта в данном конкретном кейсе. Даже Рябошапка понимал, что все было настолько бестолково, безграмотно и безобразно, и что его начнут догонять по закону. Поэтому, когда стало известно, что в Раде есть необходимое количество голосов за отставку Рябошапки, он уничтожил всю документацию по тестированию. 7 февраля 2020 года по поручению Офиса Генерального прокурора было уничтожено 449 килограмм материалов аттестации прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры. На слайде показано, как заметали следы освоения материально-технической помощи от США. Какие выводы из этой истории? Первое. Внешнее управление полностью разрушает правоохранительную систему Украины. Второе. Часть опытных и квалифицированных специалистов, которые работали на Украину, а не заокеанских хозяев, были выброшены из профессии. В связи с этим мы передаем в правоохранительные органы, имеющиеся у нас документы, а незаконно уволенным следователям, прокурорам предлагаем защитить в суде свое право служить народу Украины, используя имеющиеся в нашем распоряжении материалы. Выявленные факты, внешнее управление Украиной, нарушение отдельными должностными лицами посольства США, государственного суверенитета Украины, раскрытие фактов, тайны досудебного расследования посольства США и управление действиями независимого государственного правоохранительного органа НАБУ, систематическое и незаконное вмешательство в деятельность Генерального прокурора Украины и Офиса Генерального прокурора должностными лицами посольства США – все это является нарушением международных законов и сопровождается постоянными скандалами. Таким образом, с учетом указанных фактов сообщаю, что сегодня я обращаюсь с исковым заявлением в административный суд с требованием признать противоправной бездеятельность Министерства иностранных дел и требую обязать МИД внести официальное заявление НОТУ о недопустимости вмешательства отдельными лицами посольства США во внутренние дела Украины. Второй иск мы подаем, он касается украденных у украинских граждан миллиардов долларов США. В этом иске, в том числе, будут заключаться требования обязать государственные органы Украины расследовать обстоятельства легализации денежных средств в размере 6 миллиардов долларов США, которые в период 2013-2014 год были незаконно выведены из Украины на американский инвестиционный фонд Франкен Темблтон. Таким образом, мы готовим обращение в суд с исковым требованием признать бездеятельность НБУ, Кабинета Министров, НАБУ, Армы, Неправомерной и Несоответствующей Конституции и Законам Украины, а также принять меры, направленные на установление местонахождения незаконно выведенных средств и возврат их в госбюджет. А это не менее 13 миллиардов долларов США. Теперь, как я обещал о санкциях, хочу, чтобы наши граждане правильно поняли, что своим фактическим решением о введении санкций в отношении меня министр финансов США Мнучин заявил буквально следующее. Мы требуем остановить расследование и публичное освещение фактов коррупции и грабежа украинских граждан, фактов выведения наворованных и отмытых средств с территории Украины через разные юрисдикции, в том числе в США. И мы в лице Минфина не собираемся возвращать 13 миллиардов ворованных средств в Украину, поскольку эти средства находятся в распоряжении нужных компаний и имеющих надежных лоббистов, покрывающих воровство и коррупцию с участием украинских олигархов и беглецов из Азу Януковича и Азу Порошенко. Наш ответ товарищу Мунчину простой. Верните деньги украинцев в бюджет. Это 13 миллиардов долларов. И оставьте себе свои санкции. Нам не нужны ваши кредиты и десант прожорливых советников и гарантоедов. Верните нам деньги, украденные украинских граждан в бюджет. 13 миллиардов. Основной вопрос для нас это возвращение денег украинских граждан, украденных, отмытых с помощью международной коррупции, внешнего управления, в экономику и бюджет Украины, а также улучшение качества жизни наших заграждан. Спасибо. Мы готовы ответить на вопросы. Неужели никто не спросит, как не успели товарищи от Порошенко с темниками? Неужели никто не спросит про агента с 10-летним стажем? Мы не взлетаем. Пойдемте. Да, Андреевич, во-первых, такой вопрос, Александр Юрчук. Когда именно начался за счет вашего агентурного стажа? 10 лет или раньше? И второе, как вы лично относитесь к санкциям, которые введены против вас нашим стратегическим партнером? И планируете ли вы подать в суд? Вы говорили об этом на Минфин США. Ну, если говорить серьезно, такие обвинения, они должны сопровождаться не записками сенаторов и подготовленными сплетнями от лоббистов, а должны сопровождаться фактажом, документами, вот то, о чем мы говорим с Константином Геннадьевичем, когда рассказываем о коррупционных или противоправных действиях. Пока, кроме заявления, я так понимаю, круплоблочно неразобравшегося Минфина США, мы ничего за этим не видим. Ну, и логика 10 лет, она является на самом деле абсурдной. Вы представьте, 10 лет назад я был, собственно говоря, депутатом народным во фракции партии регионов Януковича, у которого и так, в принципе, с Россией и в 2010 году все было хорошо. И сегодня он проживает в Российской Федерации. То есть, получается, по логике, опять же, Министерства финансов, если меня в 2017 году депортировали из Российской Федерации, насколько я понимаю, по заказу одного из олигархов, против которых проводилось расследование в Украине, то если меня лишили визы в Соединенные Штаты, я еще являюсь агентом ЦРУ. То есть, нелогичность, ну, такая непоследовательность в текстах. Ну, и теперь то, что касается интересных вопросов, ведь по визе. Мне бы хотелось, конечно, похвалиться масштабностью мсти, то есть, мести, которая там была, да, то есть, это из-за Байдена. Но вот по визе ситуация, как нам рассказали, мы пытались это выяснить какой-то промежуток времени официальным путем. Неофициально нам из двух мест рассказали, что на самом деле решение визы, это история связана с моей работой вместе с Джулианей на тему расследования по 20 кейсам воровства технической помощи. И в этот момент, просто это был один из кейсов, мы зацепили тему Шабунина и Шерембея. Это вопросы, связанные с антиспидом. И нам объяснили, что оказывается, все банально и просто. Шершаляфа. Оказывается, это была просьба Шабунина к Кристине Квинн. И оказывается, что отношения Шабунина и Кристины Квинн более чем близкие. И более чем дружеские. Мы, конечно, удивились этой теме. Ну, потому что я, конечно, допускаю, исходя из того, что Кристина Квинн вмешивается в работу органов правоохранительных, генеральную прокуратуру МВД, что она женщина с пониженной государственной ответственностью. Но она же не должна понимать, что в конце концов у нее в кабинете даже камеры стоят. Она же официальное лицо. Поэтому мне, конечно, в это верить не хотелось. Вторая информация, то, что касается вот этих санкций. Опять же, нас проинформировали, что эти санкции были щедро спонсированы из Украины. Одним из олигархов. И это не Пинчук. Этот олигарх имел совместный бизнес в энергетике с Петром Алексеевичем Порошенко. И проходя в одном из кейсов, вот мы когда говорили минус 25%, стоп коррупции, мы зацепили тему этого олигарха. Оказалось, что там еще есть и ОВГЗ. Ну, когда ты борешься с коррупцией, ты должен быть готов к тому, что тебе будут противодействовать. Единственный момент, что, конечно, иногда вот такие кейсы, как Кристина и Шабунин, и вот этот олигарх, они всплывают достаточно неожиданно. Но мы с ними будем работать, будем разбираться со всеми этими историями и продолжаем разбираться. Здравствуйте. Кошельник Денис, блогер. Смотрите, мы делаем такие социальные опросы, и перед одним из судов ставили вопрос жителям Украины, Киева. Может ли ответить каким-либо образом Порошенко за свои действия? Не 90%, не 95%, все 100% сказали, что Порошенко никогда не сядет в тюрьму и никогда не ответит, потому что в этой стране это невозможно, если у тебя столько денег, чтобы ты оказался за решеткой. Расскажите нам, пожалуйста, когда можно этого ждать? Это можно ждать, когда будет пересобрана правоохранительная система Украины. Это можно будет ждать, когда на должностях будут находиться профессионалы, которые имеют опыт, знания, а главное, силу воли для расследования. Это начнется тогда, когда наш президент Зеленский, который сейчас напоминает зайчик, который сидит, знаете, закрыл глазки ушками, и вроде не так страшно. И Порошенко есть, и коррупция есть, а ушками глазки закрыл, и все хорошо. Пусть он глазки откроет и посмотрит, что происходит вокруг. И где эта история связанная, там, я ваш приговор. Какое количество документов? Вот подойдите, посмотрите ситуацию там с выписками Морган Стэнли. Наверное, не каждый видел эти выписки. Сколько килограмм документов по ГТДшкам, декларациям, вопросам, связанным с транспортными накладными, и прочим, надо принести в этот зал, чтобы началось расследование по воровству у наших граждан на тарифах. Для этого нужна просто политическая воля. Одного человека, президента Зеленского. Спасибо за внимание, извините за несколько эмоциональных текстов и выступлений. Нормально, спасибо.